По случаю прощания с Масленицей, телеканал «Автоплюс» устроил грандиозный праздник, собравший несколько сотен гостей в конно-спортивном клубе «Отрада». Место проведения гуляний было выбрано не случайно, ведь именно лошадь, по сути, является прародителем автомобиля. 2021 год для телеканала юбилейный. Нам исполняется 15 лет, и мы решили в постпандемический год начать его так вот грандиозно, с Масленицы, с народных гуляний, семейного праздника. И, конечно, лошади и «Автоплюс», казалось бы, что общего, но мы же рассказываем про лошадиные силы. Лошади и автомобили завязаны тесно и уже очень давно. Лошадиные силы – это лошадиные силы. И то удовольствие, которое получают люди, садясь за руль спортивного автомобиля, сравнимо абсолютно с тем удовольствием, которое люди получают, садясь в седло. Насыщенная программа включала традиционные масленичные активности – хороводы, песнопения, поедание блинов. Для гостей работали зоопарк и каток. Проводился конкурс детского рисунка. Сегодня было очень здорово. Мы гуляли по территории. Мы немножко посмотрели конкур. И прекрасное, совершенно роскошное место. И очень хорошие блины. А я вам говорила, мне трудно угодить. Блины отличные. Центральным событием праздника стали захватывающие соревнования по конкуру – преодолению препятствий определенной высоты верхом на лошади. По итогу победителям вручили памятные и денежные подарки. В том числе и от телеканала «Автоплюс». Можно смело говорить о том, что конный спорт, он на сегодняшний день, к сожалению, недооценен. С одной стороны, к сожалению. С другой стороны, с радостью, потому что у него есть очень большой потенциал. И я считаю, что нам очень здорово, сильно повезло, что мы в этом тренде сегодня. Соревнования по конкуру с любопытством наблюдали и дети. Им вообще нужно прививать любовь к лошадям с самых ранних лет, считает Николай Гоголь. Ведь она воспитывает в подрастающем поколении важные качества, которые непременно пригодятся в жизни. Поглаживание, кормление, ухаживание, видение, контакт с лошадью. Он ребенку предоставляет и дает и закладывает отношения взаимности. Очередной праздник телеканала «Автоплюс» удался. Но это далеко не единственное мероприятие, запланированное на текущий год. Продолжение следует...